Самим открыть эту бочку у нас не получалось. Спрятать эту бочку от кого-то. О, прям с инструкцией. Кстати, нужно быть очень осторожным. Я был первым блогером. Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новые ролики выходят каждый день в 18 часов по московскому времени. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Но речь не обо мне, речь о вас. Вам огромный респект. 30 тысяч лайков. Вы это сделали под предыдущим видеороликом. Поэтому сегодня мы узнаем, что внутри бочки, которую мы нашли на радиоактивном болоте. Ну, маленький спойлер. Я уже узнал. Правда, только одним глазиком взглянул на то, что там есть. Буквально сверху. А там, как я хочу напомнить, очень много чего лежит. Как я узнал, просто самим открыть эту бочку у нас не получалось. Смотрите, как она жестко была опрессована, ребят. То есть вот эти края были загнуты, получается. И они были закреплены вот таким вот образом. Держались, собственно, на бочке. Получается, вручную сделать это просто невозможно. Вот так вот мы ее вскрыли. Сразу же проверили радиационный фон. Она внутри тоже относительно, как бы, чистая. И радиации, слава богу, нет. Но давайте узнаем, что там внутри. Если вы не понимаете, о чем идет речь, обязательно по этой подсказке посмотрите предыдущий видеоролик. А вот из того, что я видел. И на самом деле я рад, что я увидел именно это. Это какая-то военная форма. Военная кепка. Она, судя по всему, добавляется ко мне в коллекцию кепок. И еще... Вау! Да, ребята, я так рад. На самом деле, там лежит военная форма. А под военной формой еще что-то. И я надеялся, что там будет много чего. И там здесь много чего. Давайте посмотрим вот этот пакет. Но сначала достанем военную форму с эдиком. Там столько всего крутого. Приступаем к распаковке. Круто. Теперь я военный. И могу распаковывать военную... Не просто так, да? Радиоактивное болото. Радиоактивная бочка. И вот такая странная нашивка на этой форме. Давайте попытаемся. Наша задача, как обычно, пытаться определить. Как эта бочка попала в болото. Почему эти вещи там внутри. И что это за пакет, который мы достали в первую очередь. Этот странный пакет очень легко привлек мое внимание. Потому что он такой серебряный. Очень необычный. И интересный. И сейчас я немножко в шоке. На нем написано вода питьевая, аварийная. 500 миллилитров. Я могу предположить, что это что-то вроде резерва. Что-то вроде подстраховочного резерва. На случай, если будет включена вода. Или если она будет застрена. И здесь вот написано даже инструкция. Не пейте воду в течение первых 24 часов. Ну, у нас ведь здесь распаковка. Так, у нас здесь есть что внутри. И давайте посмотрим. Она открывается вот здесь вот. Таким интересным способом. Я боялся, что она выльется. А нет, а смотрите. Внутри этого пакета. Ого. Я думал, там вообще... Ого. Вау. Это так необычно. То есть, я думал, это один большой пакет на 500 миллилитров. А здесь вот так вот. Пять пакетов по 100 миллилитров, я так понимаю. Да. Вот. И вот тут точно такое же изображение. Вообще, я так понимаю, это что-то связанное с морской тематикой. То есть, потому что здесь нарисован моряк. И я так понимаю, что... Что его... Это нужно пить, находясь во флоте. Так, здесь тоже есть место для открывания. Вот так скрасно. Наверное, это выливается в стаканчик. Вот. Представим, что мы с вами во флоте. Нам выдали вот такой вот стакан. Хоть он вообще не уставной какой-то. Но вот так вот выглядит вода. И проверим, какова на вкус. Вообще, я ни в коем случае не рекомендую вам за мной повторять все, что вы сегодня увидите. Но мы проверили эту бочку. В ней нет радиации. То есть, все хорошо. И это как бы безопасно. Проверяем. Ну, я бы не сказал, что это прям чистейшая вода. То есть, у нее есть какой-то вкус. Это уже говорит о том, что вода странная. Я понял, что это за вкус, скорее всего, немножко пластиком отдает. Ну, совсем-совсем на фоне. Есть такое послевкусие пластика. А так, в принципе, вода обычная, питьевая. Вот так вот. Пока я не могу гуловить связь. Ну, согласитесь, что это очень странно. Радиоактивная форма, радиоактивная бочка и запас аварийной воды. Как будто бы этот человек к чему-то готовился. Или, может быть, не столько готовился, сколько хотел спрятать эту бочку от кого-то. Смотри, что я нашел. Это, это же, это же ручная граната. Ручная граната. Так и написано. А, она страйкбольная. Смотри. Она страйкбольная. Я пальцем закрыл. Блин, я так испугался. Фух. Даже у нас срок годности есть. Кодин до 2020 года. Прикольно. Такая страйкбольная граната. Колотушка, да, типа. Ух. Ну, я испугался. В этой бочке, тем более, еще так темно. И поэтому я подумал, что это может быть настоящая граната. Но мы недавно находили в нашей магнитной рыбалке настоящую гранату. И она сильно отличается. Если не смотрели на этот видеоролик, обязательно посмотрите. В бочке еще много чего. Но давайте мы с вами наберем под этим видеороликом 25 тысяч лайков. И обязательно взорвем эту гранату. И почему бы нет? Вообще, может быть, нам стоит поиграть страйкбол со своими подписчиками? Если считаете, что это хорошая идея, ставьте лайк прямо сейчас. А тут есть что-то большое. О, прям очень большое. О, что-то военное и большое. А это тоже запаковано. Давайте разберемся чуть позже, что это такое. Но упаковка реально классная, такая колоритная, интересная. Вау, здорово. Чуть-чуть попозже разберемся. Хочу сначала все выгрузить. Ого. Смотри, что я тут нашел. Жгучий перчик. Это перцовый баллончик. То есть, по сути дела, оружие самообороны. Вот так вот. Что это за человек? Почему все эти предметы в этой бочке? Кстати, нужно быть очень осторожным. В случае, не повторяйте со мной. Нет? Что-то цветное. Коробочка какая-то. Аптечка индивидуальная. По-моему, это еще называется АИ-1. Посмотрим. О, прям с инструкцией. Прям, прям все так серьезно. Инструкция по индивидуальному использованию. Смотрите, вот в этих капсулах, раньше, я так понимаю, лежали. Возможно, это аптечка, кто-то уже воспользовался. Различные медикаменты. И их особенность в том, что эти капсулы отличаются не только цветом, но и предназначением, естественно. Видите? Каждая капсула, типа, вот. Противобактериальное средство сейчас у меня в руках. И вот оно выглядело таким вот образом. А здесь, посмотрите, радиозащитное средство. То есть, в этих тюбиках находятся таблетки от радиации. И особенность АИ-1 в том, что все тюбики индивидуальные. У них у каждой свой цвет, и у каждой своя форма. Чтобы можно было на ощупь даже понять, где что находится. Чтобы понять это в темноте, и не съесть то, чего есть не стоит. Такой набор выдавали солдатам. Не знаю, может быть, наш человек реально как-то связан с армией. И здесь еще есть одна находка. Вот. Такого я тоже еще не встречал. Смотрите, что это такое. Рацион пищевой аварийный. То есть, может быть, это какой-то человек, который боялся апокалипсиса, и он делал что-то вроде бункера из бочки. То есть, может быть, он надеялся, что во время ядерного взрыва он залезет сюда вместе со своими вещами и спасется от ядерного взрыва. Дайте знать, что вы думаете по этому поводу. А мы постараемся понять сейчас вместе с вами, что это за рацион пищевой аварийный. Вскроем его. О, он был в вакуумной такой упаковке. Так приятно, когда воздух попадает в вакуум. Вот так вот это выглядит. И вообще не написано, что здесь находится. Здесь просто написано энергетическая ценность. И написано о том, что нельзя пить воду. Ну, а смотрите, это похоже что-то на какие-то галеты. Не знаю, или энергетические батончики. Во. Их тут, я так понимаю, три штуки. О, вау. Прикольно. Ммм. Вкусно. У-ху-ху. В бочке, к сожалению, все закончилось. Но у нас есть еще вот такая большая зеленая штуковина. Давайте постараемся распознать, что же это такое. Индивидуальный рацион питания. И РП. Хм. Тоже какая-то солдатская тема. Наверняка там тоже находится что-то интересное. И сейчас мы это вскроем. Такого на нашем канале еще точно не было. У нас были другие ИРП. Вот, пожалуйста, посмотрите, если не видели раньше. Целый плейлист есть для вас. Но такого у нас еще точно не было. Скрывается он вот здесь вот. Хотя странно. Вот, то есть, говоря бы, сверху вот так вот, а скрывается вот здесь вот. Или я что-то неправильно понял, конечно. Но вроде бы, вроде бы так оно и работает. И здесь такой удобный зиплайн. Который, наверное, спасает от воздействия воздуха. И позволяет индивидуальному рациону питания сохраняться немножко дольше. Здесь нас встречает вот такая вот картонная коробочка. Которая открывается вот так вот. И от нее пахнет перцем. Папа-бам! Ооо! Сокровища! Вот это круто! Давайте быстренько сейчас с вами рассмотрим, что здесь у нас лежит. Что это за красота такая. Будем готовить, собственно, на этой бочке, которую вытащили из радиоактивного болота. Первое, что бросается в глаза, это галеты. Их здесь очень много. Потому что ИРП это на завтрак, обед и на ужин. И тут их целых четыре упаковки. Галеты нам для самого вкусненького. Для того, чтобы на них намазывать яблочное повидло. Давайте сразу же это и сделаем. Начнем мы как бы не по порядку. Там я знаю, что есть уже завтрак, обед, ужин. Все прям расписано. Ммм, прикольно. Но мне что-то сладенького захотелось. Поэтому добавим яблочное повидло на наш галет. Так, проверим, так ли оно или нет. Так, и пробуем. Хмм, как будто бы, знаете, немножко вкуснее. Самое малость, как будто бы реально больше сахара или что-то такое. Прям свежее, вкуснее, как-то вот так вот, мне кажется. Классно. Знаете что, меня только что осенило, почему у этого ИРП такой дизайн, отличающийся от стандартного ИРП. Этот ИРП предназначен для бойцов Росгвардии. То есть для солдат выше статусом. И поэтому еда у них тоже должна быть покруче. Сейчас это и проверим. С повидлом, по крайней мере, это точно так. Оно реально вкуснее. Или может просто этот ИРП свежее, чем тот, что я ел в прошлый раз. Но это вкусная повидла. Но это было бы все не так интересно, если бы здесь не был полноценный рацион на целый день. И давайте начнем с завтрака. Приготовим-ка мы с вами гречневую кашу, которая находится в таком виде. А вы спросите, как солдаты в условиях полевых будут готовить. А вот так вот. Здесь есть все необходимое. Вот эта железная штуковина, это портативная плитка. А вот это горючее топливо. А это спички, которые загораются абсолютно в любых условиях. Их невозможно намочить. Вот так вот все выглядит в собранном виде. Буквально за секунду я это собрал. Кашу будем готовить в закрытом виде. Так это необходимо. Ну и, соответственно, вот эта вот универсальная спичка зажигается следующим образом. Она не то чтобы зажигается, она разжигается. И с ее помощью мы должны успеть поджечь сухое топливо. Сухое топливо тоже, как правило, зажигается очень быстро. С этим не должно быть никаких проблем. Ну и она у нас, собственно, загорелась. И когда наше пламя уже начало разгораться, просто поставим наш сытный завтрак на эту плитку. В наборе, конечно же, имеется к каждому приему пищи ложки, салфетки мокрые, точнее влажные и сухие. И еще обеззараживатель воды. Но это, опять же, в полевых условиях, если вы находитесь. Помимо основного блюда в гречневой каше, на завтрак можно съесть еще и дополнительно, а именно сыр. Но давайте с вами придумаем что-нибудь поинтереснее. Например, будем есть не просто сыр, а намажем его на наши вкуснейшие галеты. Чтобы при этом всем у нас получился такой бутерброд сыра. Вот уже есть наши галеты. И сейчас мы это с вами сделаем с помощью тех же ложек, которые у нас в комплекте. Вау! Сыр выглядит очень круто. Никогда не ешьте с грязными руками. Ну и прежде чем проводить кулинарное шоу у нас на студии, обязательно сюда моем руки. Ну и вот, второе блюдо так вот быстро у нас готово. И вы слышите, как уже сильно кипит наша каша? Да, она сбухлась, она готова буквально за минуту. Снимаем кашу с нашей портативной грелки и ждем, пока она немножко остынет. Чтобы это стало можно и кушать, иначе выглядит очень-очень горячо. Кстати говоря, спички и огонь детям не игрушки. Поэтому в домашних условиях ни в коем случае не повторяйте этого. У нас есть система вентиляции и все необходимые пожарные меры. Так что нам это делать можно, а вам нельзя. Не повторяйте, сынок. Сейчас мы приступим к дегустации, а пока будем готовить обед. Мясо с зеленым горошком. То есть и второе, и гарнир. Сразу же ставим на нашу портативную горелку. И все магическим образом сразу же начинается готовиться. А теперь вскроем нашу кашу. Мне нравится, что все запаковано очень плотно. Все предрешено, предупреждено, подстраховано от случайного вскрытия. И солдату всегда достанется свежая еда. Ни в коем случае не испорченная. Ох, как это аппетитно выглядит, ребята. Мне сейчас мой бутерброд с сыром в самый раз. Я бы, наверное, это вывалил на тарелку. Но для пущей достоверности, раз уж на мне военная форма, будем пробовать вот так вот. Ммм, много мяса, очень много мяса. Прям вот серьезно, смотрите, в каждой ложке есть кусочек мяса, как минимум. Я не преувеличиваю, смотрите. Вау, здесь очень много, очень много мяса. Ммм, а с бутербродом, да. Бомба. Но сыр, сыр невеликолепный, но сыр хороший. Прям хороший, больше прокомментировать никак не могу. Но гречка с мясом просто, ммм, просто бомба. Фантастика. Пока я позавтракал, уже приготовился мой обед. Хочу напомнить, что здесь и второе, и гарнир. О, это прям рагу какое-то. Выглядит очень вкусно, интересно. Где только зеленый горошек? Вот же он, не обманули. Реально есть зеленый горошек. Но, давайте тоже возьмем какой-нибудь, например, мясной паштет. Он называется вторым блюдом. И паштет выглядит следующим образом. Очень мягкий. Прям удивительно, какой он мягкий. Я такого даже и не думал, что он настолько мягкий. Вот. И такой у меня будет армейский обед. Ну, а чтобы не тратить время, пока я буду пробовать обед, будем готовить сразу же ужин. Говядина тушеная. Как раз нам хватило на целый день, грубо говоря, вот одной такой таблетки сухого топлива. Пробуем сначала паштет. У нас его много. Мягкий, вкусный, прикольный паштет. Ну-ка, основное блюдо. Сможет ли оно меня удивить точно так же, как гречневая каша? Смогло. Смогло, друзья. Очень вкусно. Прям очень-очень-очень классно. И очень вкусно. Ну и чтобы наше блюдо на ужин не было слишком пресным, у него есть еще и гарнир. Вот. Тут рагу из овощей. Оно у нас сейчас такой второстепенной. баночки. Ну и, как я сказал, каждому блюду у нас полагается влажная салфетка. Руки надо мыть, но мы их уже помыли. Также у нас здесь имеется какой-то спецнапиток. Мы его сейчас тоже протестируем. Это у нас как десерт будет. И еще из десерта вот такой вот тоже спецбатончик. Спецбатончик заряд. Это у нас на десерт. Ну и еще, конечно же, здесь есть сахар. Два, три. Три вот этих пакетика кофе. Чай и чай. То есть три пакетика сахара, три пакетика с напитками. Ну и плюс еще вот этот спецнапиток. Ну и соль. Кстати, где перец? Нашел. Все на месте. Соль и перец. Все есть. Итак, тушеная говядина готова. Сухое топливо загорело. И рагу я тоже уже открыл из овощей. Ммм, какое все крутое. Как это все классно выглядит, друзья. Только вот открывается очень сложно. Но оно и понятно, я так говорю, потому что еда должна долгое время сохраняться и быть свежей. Ого, тушеная говядина. Не обманули. Все, как и написано. Цельный кусок говядины. Надеюсь, что мраморная. Круто. Но для такой сытной, сытной калорийной пищи галеты прям необходимы. Так, отрезаем кусочек. Ножик бы не помешал, но его в комплекте я не обнаружил. Рассказываю, как есть. Было только три ложки. Ни одной вилки, только ложки. Ну, вкусно. Сытно. Но как говядина из тушенки. Ничего необычного. Просто говядина из тушенки в интересном такой форме. Ну, и проверим наше овощное рагу, конечно же. Овощное рагу здесь, конечно, выигрывает. Ну, а в комбинации тушенка плюс рагу получается очень-очень вкусно. Но для приготовления десерта нам разогревающая плитка уже не нужна. Мы просто должны насыпать вот этот вот спецнапиток в воду. Делаем надрез. И, я так понимаю, высыпаем туда все целиком. И с помощью тех ложек, которые нам также уже посмотрели на них, размешиваем все это дело. Ну, скорее всего, это какой-нибудь такой витаминный напиток. Но хочу напомнить разницу. У стандартного ИРП был апельсиновый вкус. Они были все оранжевые, а здесь уже розовое. Пока наш напиток приготовляется, давайте взглянем на спецбатончик. Заряд. Так. Распаковывается он тоже легко. В отличие от тех запакованных консерв. И, ну, это что-то вроде энергетического батончика, в котором очень много различных фруктов. И ягод. Ну. Чувствуется как фруктовый батончик. Сладкий. Ну, не очень сладкий. В меру сладкий. Но при этом все он прикольный. Ну, и вишенка на торте, я так понимаю, станет вот этот энергетический напиток. Ммм. Сладкий, прикольный. Отдает немножко клюквой. Напоминает такой бодрый, холодный компот. Очень любопытно. И на этом ИРП заканчивается. Я, наверное, с гордой уверенностью могу заявить, что я был первым блогером, который распаковал ИРП. Военный ИРП, находясь на радиоактивной бочке, которую мы нашли на радиоактивном болоте. В любом случае, если видеоролик вам понравился, давайте попробуем набрать под ним 25 тысяч лайков. И в таком случае выйдет похожая распаковка. Ну, или что-нибудь еще лучшее придумаем для наших преданных подписчиков. Ну, а также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, потому что видео выходят каждый день на этом канале. Ну, а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова